МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На фронт по велению сердца. Сказали, что ждут меня. 50-летний Марсиль Садыков, бывший десантник и участник боевых действий в Нагорном Карабахе, по собственному желанию отправился защищать родину. Перекор в подъезде закончился убийством. Хороший человек. Честно, когда он не пьяный, он прям боже, одуванчик. В результате ссоры жильцов дома 2Г по улице Радищева. Один из них был убит. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы. Из уличного танца в Нью-Йорке в полноценный вид спорта. В Альметьевске прошли городские соревнования по дисциплине хип-хоп в Федерации фитнес-аэробики Татарстана. Это новости Юго-Востока Татарстана. В студии Рината Столярова. Здравствуйте. Непрошедший медкомиссию в военкомате житель Лениногорска добровольцем отправился на защиту родины. Марсиль Садыков, бывший десантник, участвовал в военных спецоперациях в Нагорном Карабахе. Был ранен. Из-за проблем со здоровьем он оказался негоден к мобилизации, но не мог остаться в стороне. 50-летнего Марселя Садыкова в дорогу провожали близкие и друзья. Мужчина считает, что сейчас страна как никогда в нем нуждается и сам решил поехать на фронт. В мобилизации ему отказали. Не прошел комиссию из-за болезней сердца. Марсель благодарен заместителю главы Лениногорского района Сергею Тимакову за то, что помог ему связаться с командованием батальонов на передовой. То, что я туда вот еду, помог номер телефона, который там уже с нашего отсюда, в стороне служит человек. С ним договорился, он с командиром. Созвонились, сказали, что ждут меня. Марсель из династии военных. Отец офицер, мать сержант в запасе. Оба его деда защищали страну Великую Отечественную. Вот и он от своего решения не отступил. Для опытного военного это дело чести. Я горжусь своим мужем, что он такой, в нем есть такое, если он сказал, он сделает. Когда я ему сказала, Марсель, ты ведь уже в возрасте и здоровье не позволяет. Он сказал, гуленька, у меня девиз говорит, никто кроме нас. Он ВДВшник. Среди провожающих Равиль и Елизавета Гумаровы. Неделю назад они отправили сына, призванного в рамках мобилизации на сборный пункт. Мир нужен, главное мир, чтобы мы трудно жили. Через несколько дней Марсель будет защищать страну на передовой. Из Лениногорска он отправился в Казань, потом до Симферополя. Оттуда в Мариуполь обещали помочь добраться военные. Наталья Лакомкина, Николай Орехов, Новости Юго-Востока. Жительница Бавлов начали изготавливать маскировочную сеть. Женщины решили помочь солдатам, которые участвуют в специальной военной операции на Украине. За работой волонтеров наблюдала наша съемочная группа. Маскировочная сеть необходима, чтобы скрывать военную технику и личный состав. Для ее изготовления необходима сеть и ткань. Полоски ткани вплетаются в сети. В зависимости от сезона ткань выбирается разного цвета. Ильяна Тимофеева работает в детском саду «Аленка». В свободное от работы время она решила помочь волонтерам. Пришла, попросила помочь, как научить меня все это делать. Вот и как бы результат. Пусть не поможет никому, это не надо. Пусть останется бесхозным. Но если пригодится, то пусть пригодится так, чтобы спасло много жизней наших ребят. Среди волонтеров женщин есть и мужчина. Кирилл Ганеев, подолог, пришел помочь в первый день. По зову сердца, принес стюль, смотрю, девушке, как сказать, никакой мужской руки нету. Думаю, может, как-то помогу чем-то. Пришел, ну и начал вязать. Сегодня первый день, как сказать, очень доволен. Здесь очень дружный коллектив. Эмиль Зиязов решил провести каникулы с пользой. На помощь волонтерам он пришел с бабушкой. Эмиль здесь самый лучший помощник. То принесет материал для плетения, то поможет нарезать полоски из стюля. В группе состоят более 50 женщин. Каждый день активно помогают около 15 человек. По словам Елены Гадышиной, нужно правильно натягивать сетку и сплетать ее. При этом она должна быть достаточно плотной. Плетем очень плотно, потому что мальчики, как нам передали, просят очень плотные тюли, потому что техника темная, а сверху беспилотников все это видно. Также они укрывают этими сетями блиндажи. На одну сетку очень много уходит тюли. То есть нужны рабочие руки резать, вплетать, обшивать сети. У меня машинка, которой 30 лет, она уже еле-еле тарахтит. Она и с ковидом боролась, маски шила, и сейчас вот сети шьет. Организаторы также собирают подстилочно-перевязочный материал. Это использованное чистое постельное белье, полотенце, пеленки для госпиталей. На втором этаже торгового центра открыт пункт гуманитарной помощи, куда люди приносят необходимые вещи. Например, семья Нафиковых привезла 30 килограммов меда, упаковав в удобные пластиковые банки. Здесь собирают шерстяные носки, термоноски, перчатки, сигареты, сапоги и многие другие вещи, необходимые на фронте. Все желающие помочь нашим военным могут присоединиться к женщинам-волонтерам или принести нужные вещи в пункт сбора в торговый центр по адресу улица Пионерская, 10. Айгур Хусейнова, Артем Артемьев, Новости Юго-Востока. Убийством закончилась ссора соседей. В середине прошлой недели нескучный вечер выдался у жильцов дома 2Г на улице Радищева. Во время перекура на лестничной клетке один сосед ударил ножом другого. Мотивы подозреваемого в интересах следствия не разглашаются. По предварительной версии правоохранителей, преступление произошло на бытовой почве. Содержанный признал свою вину. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. На месте происшествия побывал наш корреспондент. Хороший человек. Честно, вот когда он не пьяный, он прям боже одуванчик. Если честно, вот он прям моего ребенка любил. С ним всегда здоровался, разговаривал. Такой общительный мужчина. А результатом употребления спиртного стал труп одного из соседей. Айгуля Хмедхафизова стала очевидицей происшествия. То есть лично момент совершения преступления не видела. Ее муж вызывал скорую. Я укладывала ребенка и услышала шум. В общем, отправила мужа проверить, потому что там дети у этого Айдара. Вот отправила проверить, помочь его жене, вдруг что-то нужно. В итоге он вышел, и жена сказала вызвать скорую. По воспоминаниям Айгуль, соседская ссора произошла в промежутке между 10 и 11 часами вечера. Подозреваемый проспевал спиртные напитки вместе со своим коллегой по работе у себя дома. В какой-то момент мужчины вышли на литератичную площадку покурить. И в это же время там поднимался сосед подозреваемого. Между мужчинами были неприязненные отношения, после чего они поругались. После словесной перепалки подозреваемый отлучился в свою квартиру за ножом. Сосед с нижнего этажа, впоследствии убитый, дождался его возвращения. Этот нанес ему несколько ударов в шею и живот. Мужчина скончался на месте от полученных травм. Подозреваемый затащил тело к себе в квартиру. Как говорят правоохранители, район, в котором произошло убийство, последние пять лет спокойный. И вызовы оттуда не такие частые. Следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по республике Тарстан возбуждено уголовное дело по статье убийства. Причастность совершения преступления он признал. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого в одной из предусмотренных законов мер пресечения. Задержанному грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы. Тимур Туманов, новости Юго-Востока. 102 ДТП с 19 погибшими и 120 ранеными произошло в Альметьевском районе за 10 месяцев 2022 года. Треть жертв аварии пострадала по вине водителей, превышающих скорость. Увеличивается число дорожно-транспортных происшествий и в осенний зимний период из-за игнорирования погодных условий. О безопасности на дорогах автовладельцам напомнили сотрудники госавтоинспекции. Заморозки были мало ли чего, много аварий бывало. Водитель Андрей Хренов при появлении первых заморозков две недели назад сразу перешел на зимнюю резину. Аварий действительно становится больше в осенний-зимний период, подтверждает госавтоинспекция. Постоянно меняющаяся температура окружающего воздуха, а также осадки в виде дождя и снега, приводят к ухудшению качества дорожного покрытия. В соответствии с правилами дорожного движения водитель должен учитывать эти факторы при выборе безопасной скорости. Устанавливать одновременно шипованные и не шипованные шины запрещено. Это может привести к непредсказуемой реакции автомобиля. А обезопасить себя на дороге в любое время года несложно. Нужно просто пристегнуться. В Альметьевском районе с 31 октября по 9 ноября проводятся профилактические рейды и ремень безопасности. Согласно исследованиям Центра транспортной безопасности, ремень снижает вероятность гибели пассажиров на 25-50%. При опрокидывании пристегнутый ремень безопасности повышает шансы на выживание в пять раз. Госавтоинспекция напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения и призывает участников дорожного движения быть крайне внимательными и осторожными. 3 ноября за время рейда в Альметьевские сотрудники госавтоинспекции проверили 80 водителей. За непристегнутые ремни было выписано 38 штрафов. Госавтоинспекция напоминает пристегиваться, не превышать скорость и своевременно переобувать машину, важные правила безопасности, которые должен соблюдать каждый водитель. Их игнорирование может привести к трагедии. Смертельное ДТП произошло на днях. В Бугульминском районе автомобиль Киа лоб в лоб столкнулся с Ладой Калины на 301-м километре трассы Казани-Оренбург. По предварительным данным водитель отечественной легковушки совершал обгон в запрещенном для этого маневра месте. Выехав на встречную полосу, он врезался в иномарку. Авария не обошлась без жертв. Погиб 27-летний пассажир Лады Калины. Он не был пристегнут ремнем безопасности. Еще по два пассажира каждой машины были госпитализированы с различными травмами. Вы можете не только смотреть новости по телевизору, но и читать их в газете. Подпишитесь на знамя труда Альмета Нары. Сделать это можно в почтовых отделениях или в редакции с любого месяца. По почтовой подписке издания будут доставлять прямо к вам домой. При оформлении подписки в редакции цена на нее ниже, а газету нужно забирать самостоятельно. На периодику можно подписаться и не выходя из дома. Для этого нужно сканировать QR-код, который вы видите на своих экранах. А еще таким простым способом можно сделать подарок близким, подписав их на любимые издания. Подписаться можно и на оставшиеся месяцы этого года, и на первое полугодие следующего. Телефон для справок 3259-81. Еще больше новостей вы можете найти на нашем сайте. Альметьевск.дефис.ру.ру Делитесь и вы с нами интересными новостями, пишите о радостных событиях и сообщайте о проблемах. Сделать это можно по номеру WhatsApp и через соцсети. Мы продолжаем выпуск, и вот о чем расскажем далее. Языков много, а детский сад один. Почему в Заянском дошкольном учреждении праздник народного единства отмечают каждый день? Из уличного танца в Нью-Йорке в полноценный вид спорта. В Альметьевске прошли городские соревнования по дисциплине хип-хоп Федерации фитнес-аэробики Татарстана. В преддверии Дня народного единства, посвященный ему праздник, организовали в молодежном центре. Многонациональный Альметьевск. Такую программу подготовили студенты, представители духовенства и работники культуры. Подробности далее. Всех пришедших на праздник в холле молодежного центра встречала скрипка. До начала концертной программы гости могли увидеть выставку от Кичучатовского музея. Здесь же волонтерами Мухта-Сибата были представлены религиозные книги. Свою выставку организовала и православная молодежь. Народ у нас многонациональный, и это не значит, что мы призываем только православных. Мы также можем дружить и с мусульмальными, и с украинцами, и с другими нациями. Главное, чтобы мы должны быть одними целыми. День народного единства – народный праздник. Движение возглавили Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин с Казанской иконой Божьей Матери. Поэтому Альметьевская епархия подготовила свои религиозные подарки. Наша Альметьевская епархия по благословению владыки Мефодия мы сегодня хотим вручить гостям, желающим гостям, а также всем гостям. Это Новый Завет и Псалтырь. В холле всем желающим рисовали мехенди. Праздник многонациональный Альметьевск продолжился выступлениями артистов театра песни «Лира». МЦ имени 50-летия города Альметьевска – это место, где вне зависимости от национальной принадлежности и круга интересов поддержат каждого. Поэтому именно он стал площадкой для празднования Дня народного единства с молодежным размахом. Такие мероприятия нужно проводить чаще для наших студентов, так как Альметьевск был национальный город, у нас очень много студентов различных национальностей. Талантливая молодежь продолжила программу вечера. Также в этот день провели викторину и церемонию вручения паспортов. Катерина Машинцева, Антон Николаев, Новости Юго-Востока. Языков много, а детский сад один. В Заинске есть дошкольные учреждения, где праздник народного единства отмечают каждый день. Как находят общий язык воспитателей и дети, узнавала Елена Маврина. Я, ты, он, она, вместе белая страна, вместе дружная семья. Абдурахмон, Оиша, Юсуф, Арсен. И это не полный список имен малышей, которые ходят в детский сад «Зернышко». По именам можно определить национальность детишек в детском саду всего 21, а национальностей целых 8. Так что в детсадовской костюмерной самое большое место занимают национальные наряды для утренников. Язык дружбы, наверное, здесь идет. Мы понимаем друг друга, улыбаемся, доброжелательно относимся. Детки нам в этом помогают, потому что детки разных национальностей. Понимают друг дружки по глазам. И еще есть у нас сейчас в интернете разговорник. Интернет – первый помощник у воспитателей этого детского сада. Благо сейчас любой разговорник можно найти в виртуальном пространстве. Детский сад малокомплектный. 21 ребенок здесь разделен всего на две группы – дети постарше и помладше. В одной группе можно найти армянина, таджика, узбека, башкира, украинца. Приходят они сюда совсем маленькими, еще не умеющими говорить не только на русском, но и на родном языке. У воспитателей этого детского сада для всех есть один язык, понятный всем. Ребенка ласка, тепло, как родную семью. Детский сад у нас многонациональный. Дети в группе разных национальностей. То есть детки приходят даже, которые не умеют разговаривать у нас на русском языке. Первое слово на русском языке, которое учат здесь дети – здравствуйте. С этого здесь начинается каждое утро. Барал джиш – это значит здравствуйте. Я в этом садике научусь очень хорошо говорить по-русски. Самая маленькая в детском саду у Иша ей всего полтора годика. Первым словом и пока единственным на русском языке для нее стало здравствуйте. Дети здесь учатся не только на занятиях, но очень многому учатся друг от друга. Но между собой, как ни странно, дети почему-то всегда понимают друг друга, хоть на каком языке. Порой даже у нас большие ребятишки старших групп, они понимают, что говорят, вот у нас пришли новенькие таджики, таджикской национальности ребятки. То есть дети старшие без слов их понимают. Лучше даже, как сказать, чем воспитатели. В детском саду «Зернышко» многонациональны не только дети, но и коллектив сотрудников. Их здесь не больше десяти, а национальности аж четыре. Елена Маврина, Максим Майоров, Александр Тимофеев. Новости Юго-Востока. Праздничные гуляния прошли в городском парке Альметьевска в честь Дня народного единства. На сцене выступили ансамбли районного дома культуры, артисты Альметьевского музыкального колледжа и исполнители города. Прозвучали песни на татарском, русском, чувашском, ордовском языках. Их исполнили коллективы сельских селений, среди которых мордовский коллектив «Мастур-Ягеда» из Верхнего Акташа, народно-вокальный ансамбль «Рябинушка» из Кичуя, коллектив «Соловушки» из Новонекольского сельского дома культуры. В Альметьевском районе в дружбе и согласии проживают представители разных национальностей. У всех есть возможность сохранять культуру и традиции своего народа. У нас народ очень сплоченный и всегда как-то друг с другом общаемся и поддерживаем любые традиции. Наша республика многонациональная, в ней живут много народов. И мы хотим, чтобы все были в дружбе. Хоть мы и все разные, но и чтобы были всегда вместе. Тем более сейчас, в такое время, нужно сплачиваться. Чтобы люди все были сплачены, чтобы все между собой дружили, помогали друг другу. В Лениногорске ведутся поиски 62-летней женщины. Местонахождение Нуре имени Гараевой неизвестно с 27 октября. Рост пропавший – 160 сантиметров. Телосложение нормальное. Волосы русы и сединой. Глаза карие. Женщина была одета в серое платье, черную куртку, черные полусапоги, розовую шапку. Если у вас есть информация, которая поможет в поиску, позвоните на горячую линию отряда «Лиза-Алерт». Три пожара произошло в Вальмитевском районе за прошедшие выходные. Так, 4 ноября загорелась надворная постройка на улице Амира в селе Кульшарипово. Сообщение об этом поступило в 10.31. Известно, что внутри строения сгорели хозяйственные вещи, автомобильные шины. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. По информации Государственного пожарного надзора, никто не пострадал. На следующий день пожарные расчеты отправились по вызову в село Бута. Там горела баня. В результате происшествия сгорела кровля на площади 3 квадратных метра. В причинах пожара разбираются специалисты. Еще одна баня загорелась 6 ноября. Сообщение об этом поступило диспетчеру около 7 часов вечера. Пришествие случилось в Верхнем Акташе на улице Зайной. В результате огнем уничтожена кровля бани. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. Пострадавших и погибших нет. Причина пожара устанавливается. Из уличного танца в Нью-Йорке в полноценный вид спорта в Альмитевске городские соревнования по хип-хопу прошли в спортивном комплексе Мирас. Дети от 7 до 14 лет показали, насколько современный танец может быть не только эффектным, но и по-настоящему спортивным. Дерзость, динамичность и современность – это то, что отличает хип-хоп как вид спорта от других. Альбина Цемирянова в нем с раннего возраста. Он был ее юношеским увлечением. После того, как это направление в России получило статус вида спорта, началась другая жизнь – соревнования, путешествия и награды. Альбина работала тренером в Башкирии, а теперь она руководитель студии в Альмитевске. На днях ее воспитанники приняли участие в соревнованиях по хип-хопу. Это очень интересно. Ребятам не просто номера составляют, так скажем, в зале тренироваться, но и, конечно же, они получают разряды, спортивные разряды, звания. То есть здесь очень большая перспектива. Хип-хоп – это одна из дисциплин Федерации фитнес-аэробики. Десять лет в республике развиваются пять направлений, по которым можно получить спортивный разряд. Я хочу сказать следующее. На самом деле, я как руководитель региональной федерации очень рада, что у нас в Альмитевске появилась одна из дисциплин вида спорта – фитнес-аэробика. В спортивном комплексе состязались дети от 7 до 14 лет. Судьи оценивали выступления по критериям техники и артистизма. Критерии техники включают в себя качество исполнения программы, критерии артистизма – соответственно, то, как все члены команды могут взаимодействовать со зрителями, как они могут донести свою энергетику в зал судьям и как они могут показать также взаимодействие между членами команды. Все участники показали отличные результаты. В этих соревнованиях не было проигравших. Каждый получил медали, дипломы и кубки за первое место. Второй домашний матч «Нефтяника» состоялся во дворце спорта «Юбилейный». На этот раз альмитевцы принимали команду АКМ из Сульской области. Самые острые моменты встречи в нашем обзоре. Всю стартовую 20-минутку инициативой владели хозяева. «Нефтяник» большую часть времени создавал в зоне соперника хорошие моменты. Воплотить их в гол не давал галкипер гостей. Аналогично события развивались и во втором периоде. Как итог – 0-0 после 40 минут. Первая заброшенная шайба случилась только на 44-й минуте. Гости смогли обыграть оборону хозяев и вратаря. Гол Евгения Рымарева. «Нефтянику» ничего не оставалось, как бросить все силы, чтобы отыграться. На руку сыграла одно из удалений соперника, после которого Станислав Ольшевский восстановил равенство. Со счетом 1-1 игра перешла в овертайм, который закончился, едва начавшись. С передачи Дениса Цуканова и Станислава Ольшевского победную точку в матче поставил Ярослав Ольшевский. Во вторник, 8 ноября «Нефтяник» продолжит домашнюю серию матчем с Тольяттинской «Ладой». Тимур Туманов, Новости Юго-Востока. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин